Девушки отдыхают Да. Лондон красивый город. И лечение проходит нормально. Я позвонила тебе из-за лечения. Что случилось? Здесь предлагают новый вид лечения. Лечение лазером. Я думаю, стоит попробовать. Как ты думаешь? Новое лечение? Это риск? Не знаю. Безусловно, есть. Но подумай. Я могу навсегда избавиться от этих проблем. Ладно, какой процент риска? 50 на 50. Бахар, боже. Сестра, я хочу попробовать. Я не хочу больше так жить. Мне надоело болеть. Я хочу жить как все. Бегать, плавать, уставать. С меня хватит. Я тоже хочу жить как обычный человек. Иначе... Бахар, замолчи. Что за мысли? Побойся Бога. Давай сначала разузнаем все. Хорошо? Хорошо? Хорошо. Сестра, не злись на меня. Я тебя люблю. Я тебя тоже. Сегодня я начал работать в газете. Папа не знает об этом. Я сказал маме. Я каждый день думаю о тебе. Брат, я очень, 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 очень люблю тебя. Мертвый. Что ты делаешь? Смотрю на карты. Смотрю на карты. Изучаю. Посмотри и отложи их в сторону, племянник. Сначала оглядись. Узнай, что происходит вокруг тебя. А потом, игра в карты, покажется тебе детской забавой. Сидите, сидите. Ты пойдешь со мной. Надо поговорить. А вы разойдитесь. Не смотри на Рамиза. Чем он может тебе помочь? Приказ есть приказ. Мои очки. Туда, куда мы тебя отправим. Там тебе очки не понадобятся. Не злитесь на меня, друзья. Я всего-навсего исполняю приказ. Исполняешь приказ или получаешь удовольствие? Такая судьба у шпионов. Ничего страшного. Скоро вернется. Не забывайте, что мы следим за каждым вашим шагом. Так что советую вам не дергаться. Не думай, что я забыл о тебе. И до тебя очередь дойдет. Жди. Жди свою очередь. Что будешь делать? То, что он сказал. Буду ждать своей очереди. Они волокут его, дядя. Смотри. Дядя. Да, да. Да. Ситуация накаляется. Мы гуляем с тобой в последний раз. Скоро здесь все изменится. Слушай, мэр. Будь внимателен, потому что я могу не оказаться рядом. Какая разница, дядя? Как ни крути, мы оба умрем здесь. Идем, присядем, племянник. Мы с тобой о многом говорили, но нам предстоит сделать еще кое-что. Послушай, мэр. Мы много беседуем с тобой, но ты спрашивал себя о том, что произошло в тот день. Я спрашиваю об этом каждый день. Каждый час. Каждое мгновение. Сколько людей понадобилось, чтобы провернуть это дело, племянник? Сколько? Четыре. Четыре человека. Один нашел информацию, необходимую для ограбления. Это мог быть тот, кто работал в казино. По-твоему, кто мог это быть? Джингис. Второй ограбил. Человек жадный до денег и способный убить человека ради них. По-твоему, кто мог это быть? Кто? Али. Прекрасно, племянник. Правильно мыслишь. Третьего никто не знал. И он стал жертвой ограбления. На него повесили вино, чтобы отвести от себя подозрения. Понимаешь? И кто это? Я. Да, это ты, племянник. Это ты. Остался еще один человек. То есть есть четвертый. Умный человек. Который спланировал это ограбление. Тот, кто никому не показывал свое настоящее лицо. Тот, который говорил неправду. Тот, который убедил всех. Тот, кто обманул тебя и подготовил ловушку. Хватит. Кто это? Кто? Тот, кто стоял за всем этим, племянник. Кто? Перестань, дядя. Открой глаза. Назови мне имя этого четвертого человека. В тот день, в ту минуту, Омер признался себе. Эйшан. В тот день Омер произнес имя человека.